Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на Пахру посмотреть, какая ситуация на реке сейчас. Я думаю, все рыбаки в курсе. Кто-то, может, не знает. Сейчас ставлю ставочку с новостей о том, что в ноябре того года очень сильно потравили речку химией. И буквально от Подольска до Володарки ничего живого не было. Вся рыба умерла. Минэкология выясняет подчинное массово моро рыбы в Подольском районе. Экологическое бедствие на реке Пахра зафиксировали еще на прошлой неделе, когда в воде появилось токсичное пятно. Его источник до сих пор не установлен. Теперь появилась еще одна угроза. Отравленная рыба может попасть в мелкорозничную торговлю. Почему разбирался Сергей Самоха? Для того, чтобы поймать рыбу на Пахре, теперь не нужна удочка. Трехкилограммового жереха и леща можно вынуть из воды голыми руками. Но этот день местные рыбаки запомнят как настоящую катастрофу. Сколько мы теперь не сможем ловить рыбу? Еще на рассвете все было как обычно, а затем рыба начала всплывать на поверхность. Сначала думал, что рыбка с ума сошла одна. Начала выскакивать, а потом все больше и больше. И вот что в конце концов сами видите. Берега усеяны мертвой рыбой. Здесь и малек, и крупные десятилетние особи. Некоторые рыбы пытаются сопротивляться и жадно хватают воздух жабрами. Пытаются уйти на дно, но все равно всплывают кверху брюхом. Исход уже предрешен. Массовый мор рыбы на пахре начался в прошлый вторник. Выброс был зафиксирован в районе Подольска. И вот теперь токсичное пятно опустилось на 30 километров вниз по течению. Что это за яд, пока неизвестно. Но он настолько сильный, что даже спустя неделю не теряет своей убийственной силы. Кто именно сбросил в пахру химикаты, сейчас расследует областное министерство экологии и природопользования. Взятые пробы речной воды направлены в лабораторию. А инспекторы Росрыболовства завели дело об административном правонарушении. Но виновник по-прежнему не найден. Вред, нанесенный природе Подмосковья, колоссальный. Потравлено километров 30 реки. И то, что рыба сейчас шевелится, то есть если сейчас подняться на 10 километров выше, там уже нет живой рыбы. Там она уже вся мертвая. До впадения пахры в Москва реку, отсюда 5 километров. И едва ли распространение химикатов удастся остановить. После массовой гибели рыбы появилась еще одна проблема. Любители быстрого лова, кто руками, а кто пакетами из продовольственных магазинов, собирают по берегам мертвую рыбу. Едва ли они сами станут ее есть. Сейчас отъедут куда-нибудь подальше, поставят на продажу, да и все. Кто знает, отравлено, не отравлено. Вот выложили, там рыбка свеженькая, она еще шевелится рыба. Вот смотрите, она шевелится. И будут покупать, будут травить людей. Поэтому покупать якобы свежую речную рыбу с рук в Подмосковье в ближайшее время не стоит. Сергей Самоха, Валерий Купри и Александр Филатов. Вести. Вот. Так что сейчас посмотрим, что нам эхолот покажет. Если будет какое-то движение рыбы, посмотрим, потом с подводной камерой покидаем. Ладно, начнем сейчас. Сконнектимся с телефоном. Посмотрим, что у нас получится. Главное, чтобы он не оторвался, как в прошлый раз. Ну вот, закинул. Шесть, шесть с половиной метров глубина. Тут у нас яма. Шесть и три метра. Пока тишина. Ну вот, шесть с половиной метров показывает. Ихолот. Совершенно ровное дно. А хотя вот, появилась рыбка на трех метрах. Какая-то рыбка появилась. Интересно. Посмотрим, что дальше будет. Спасибо. Продолжение следует... 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 Ну что, друзья, вот такая вот ситуация на реке, очень печальная, рыбу мы так и не увидели, но будем надеяться, что все же она где-то есть. Всем пока, до новых встреч!